Ну вот, если все уже отфиксировали, подкинули, давайте потихонечку начинать. Итак, еще раз, зовут меня Алексей Михайлович, фамилия Трофимов. Если возникают вопросы, вы мне можете написать по моему служебному адресу, трофимовсобака.ру, в принципе, после прошлого рекламного семинара, не буду говорить, что много, но человек пять написала, задавали вопросы, присылали довольно интересные задачи, кое-что удалось, кое-где удалось помочь, кое-где до сих пор думаю, иногда очень интересные задачи присылаете. Поэтому, если вдруг какие-то проблемы, вопросы, что-то хотите обсудить более индивидуально, пишите мне в почту. Почему, ну, опять же, почему это выгодно и мне, почему это выгодно и вам? Вам, потому что, возможно, я подскажу решение, возможно, и нет. Я не маг, не волшебник, что могу, то могу. А мне это выгодно по следующей причине. Дело заключается в том, что мы варимся в своем котле, а вы варитесь в своем котле. И в той ситуации, когда, ну, скажем так, реальных боевых задач мы видим меньше. Поэтому реальные боевые задачи, как правило, мы берем именно от вас, когда вы приходите и говорите, а вот это интересная задача, а вот это. Когда приходите к нам учиться, ну, или, соответственно, когда пишите. Как я планировал провести сегодняшнее занятие? Ну, во-первых, я хотел бы немножечко похвалить нас. Ну, а как же без этого? Ой, сразу здесь исправлю ошибочку. Вот здесь вот не пять уровней у нас уже, а шесть. Шесть уровней только по Excel. Добавился новый шестой уровень. Это новые дополнительные вещи для аналитики, которые появились в 10-13 уровне. Во-вторых, хотел бы еще немножечко похвалить нас, что все наши специалисты, которые читают, они сертифицированные тренеры в Microsoft. Естественно, почему? Потому что наш курс авторизирован в Microsoft. И вы получаете не одно свидетельство, а два. В-третьих, некоторые вещи у нас просто уникальные. Ну, посмотрите. Опять же, вернусь вот сюда. Вот, просто в специалист. Посмотрите на курсы, которые у нас есть. И посмотрите, вот, допустим, ну, хотя бы, не знаю, там, на второй курс по Excel. Видите? 13.10. Вот я вас уверяю, что в сертифицированных курсах и в рамках одного курса вы рассматриваете сразу две версии программного продукта. 13-я версия и 10-я нет. Хотя бы по одной единственной причине. Это западный подход. По западному подходу они считают, что на каждую новую версию надо по новой проходить. Как не смешно, но это действительно так. Вот такая вот ситуация. Хорошо, давайте вернемся в нашу презентацию. Я думаю, это достаточное, так сказать, достаточное обоснование для того, чтобы поступать именно к нам, учиться именно у нас и как я планировал провести сегодняшний семинар. Ну, приблизительно следующее. Сначала я хотел вам рассказать, что нужно знать для того, чтобы записаться на... Для того, чтобы правильно найти свой уровень. Для того, чтобы не случилось такое, чтобы вы пришли и, ой, этот уровень мне не нужен, мне нужен другой уровень. К сожалению, иногда такое бывает. Принцип здесь очень простой. Если вы никогда не работали с Excel, Если вы, ну, скажем так, работали с Excel, но для того, чтобы подсчитать сумму информации, которая расположена в одной строчке, действуете по принципу равно щелк по одной ячейке плюс, щелк по второй, щелк по третий. Вот приблизительно как-то вот так. Открою десятку, думаю, это не принципиально. Если у вас вот здесь числа, а здесь вам нужна сумма, и вы действуете вот так. Поверьте, такое очень часто бывает, особенно в государственных структурах, к сожалению, я не хочу никого обидеть, но это именно так. Если вы не знаете, что такое маркер автозаполнения, но если вы не знаете, что такое функция, ну, хотя бы в общих чертах, что такое функция, то вам на первом уровне. Если это вам понятно и известно, если вы знаете разницу между абсолютной и относительной ссылкой, то есть понимаете, то есть хорошая клавиша F4, и понимаете, что означает вот этот значок доллара, то первый уровень считайте, что вы уже освоили, и вы смело можете переходить сразу на второй уровень. Второй уровень – это основа, это база для работы с Excel. И считайте, что вы имеете уровень, который соответствует второму уровню, если вы отлично разбираетесь, как найти нужную функцию. Если вы прекрасно понимаете, почему у вот этой, допустим, функции, вот это сереньким, если вы работаете и вас не пугает вот эта закладочка данные, вы сортируете, вы группируете, вы подбиваете промежуточные итоги, ну, в данной ситуации я уже коротко могу сказать, что, скорее всего, второй уровень вам проходить не надо, и вы смело можете приходить к нам сразу уже на третий, четвертый или шестой уровень. Почему говорю третий, четвертый или шестой уровень? Потому что у нас очень хитрая схема. После первого уровня вы можете записываться и на третий, и на четвертый, и на шестой. И здесь дело заключается вот в чем. Третий уровень нужен для аналитиков, потому что третий уровень это серьезная работа с данными. Это особые красивые диаграммы. Это серьезная работа с вот теми позициями, которые находятся вот здесь на закладочке данные и формулы, которые находятся вот в этом кусочке, ссылки и массивы. Это серьезный рассказ о том, что все-таки, если вы часто заходите сюда и часто работаете с вот этой закладочкой, то стоит подумать о том, чтобы не мучить Excel, а все-таки перейти для работы, перейти, работать, начинать с как бы это сказать, с системными базами данных. Или, если вы все-таки не хотите, то тогда как правильно бросить информацию, что не копировать ее, а именно подключиться к другим источникам через мастер подключения, через квери. Ну, этот кусочек больше для аналитиков. Четвертый и пятый уровень. Несмотря на то, что четвертый и пятый уровень у нас идет все-таки, как Excel, вы сразу после второго можете перейти к четвертому и пятому. Я все-таки прошу обратить внимание, что четвертый и пятый уровень – это макросы. Это программирование. Если четвертый уровень более простой, как облегчить себе жизнь, если вы хотите работать в Excel быстро, эффективно? Пятый уровень – это более серьезный. И, ну, опять же, это мой совет. Я бы вам рекомендовал или до этих курсов, или после этих курсов посетить курс АПРОГО – основу программирования, алгоритмизации и баз данных, поскольку здесь все-таки программирование. Почему еще обращаю внимание вот на этот четвертый и пятый курс? Дело в том, что в последнее время есть очень перспективное направление. Оно называется Excel Management. Что такое Excel Management? Это так обработать файл, так его раздать пользователям, чтобы можно было обеспечить хорошее прохождение документа. Это очень интересное направление. Вот макросы здесь помогут. Но, опять же, если вы не понимаете, о чем я говорю, значит, вам еще рановато, значит, у вас второй уровень или первый уровень. Шестой уровень – это дополнительные позиции, которые появились в Excel. Да, а где же вы? Ну, уже вон, чуть ли не получится работая. Это дополнительные позиции. Да, сейчас, когда я включу. Вот я сам делаю здесь. Нет, сейчас у нас появились живые слушатели. Я подключаю экран, чтобы вам тоже было видно. Это дополнительные позиции. Кстати говоря, вот здесь вы Excel 6 не найдете. Он у нас находится в разделе бизнес-аналитики. Бизнес-аналитика и работа с Excel. Это вот... Сейчас загрузится экран, сейчас увидите. Это вот каратенечко, о чем я хотел сказать. Повод требований, обзор требований каждому пользователю, как определить свои знания. Теперь я по чуть-чуть, понемножечку, по 10-15 минут уделю каждому уровню, чуть-чуть поподробнее начну говорить, ну и кое-какие моменты чисто рекламного характера показать, чтобы вам было интересно. Но начну я не с курса Excel, а начну я с нулевого уровня. А именно, если у вас есть проблемы с информационными технологиями, как настроить Windows, как скопировать, как перенести, и как создать свою папку и так далее, и так далее, то вам я рекомендовал бы сначала пройти на курс базовой компьютерной подготовки. Кстати, маленький вопрос. Маленький вопрос нашим слушателям, если можно в чате отвечать. Скажите, пожалуйста, вот такая простая, очень простая ситуация. Очень простая ситуация. Вот я вот эту папку, вот эту папку семинара с рабочего стола левой кнопкой мышки тащу вот сюда на диск C. Левой кнопкой мышки на диск C. Какое действие у меня будет выполнено? Копирование или перенос? С вашей точки зрения какой? Перенос. Так, вебинаристы в основном пишут перенос. А почему? Хорошо. А если я это же действие, но не на диск C, а на диск D, какое действие будет выполнено? Ага, вот есть один, ага, вот-вот-вот-вот, вот тут пошли разницы. Но есть один правильный ответ от вебинариста. Заключается он в очень простом. Смотрите. Видите, есть люди, которые пишут перенос, а есть, которые пишут копирование. А вот и правильный ответ. Вот, есть правильный ответ. Почему? Оказывается, если левая кнопка мышки, а левая кнопка мышки по умолчанию, то в рамках одного устройства перенос. В рамках разных устройств копирование. И вот есть много таких мелочей, которые стоило бы знать. Тем более, что есть одна маленькая особенность. Если дело касается Windows. В DOS все было просто. DOS было легко преподавать и легко учить. Почему? А там как в армии. один единственный возможный вариант. Копировать с одного места в другое один единственный вариант. Копи, пишешь откуда и пишешь куда. Все. Никаких других возможностей. В Windows копировать с одного места в другое куча различных возможностей. Какие? Ну, например, какие варианты вы можете предложить копированием? Ну, и аббинаристы. Ага, горячие клавиши раз. Есть. Еще. Правая кнопка мышки и последующее контекстное меню. Отличный подход. Два. Перетащить правой кнопкой мышки. Перетащить левой кнопкой мышки и чтобы... Да, да, да. Но только вот не забудьте, что вот здесь, когда вы тащите левой кнопкой мышки, надо выжимать контрол, чтобы быть абсолютно уверенным. И тогда уже состройство настройство придет киперем. То есть, вариантов множество. Какой выбрать? А вот здесь самое интересное. с одной стороны людей немножко разбалтывает. Вот так попробовал не получилось. Вот так попробовал не получилось. Вот так пробовал получалось. Все. Всегда буду делать так. Но это плохо. Обычно в такой ситуации я говорю следующее. Хорошо, когда сотрудник приезжает да, да, да на работу на такси. Хорошо, если ему, если доступны другие способы, общественный транспорт, пешком, но ему нравится на такси. У него есть деньги. Плохо, когда он по-другому не может. Но нет у общественного транспорта. Тогда плохо. То есть, если вы тащите, удерживая контур левой кнопкой мышки и понимаете, что вы делаете это только для того, чтобы не морочить себе голову, это хорошо. А вот если просто по-другому не умеете, это плохо. Но тем не менее, в Windows есть еще одна приятная вещь, которая сильно облегчает жизнь. То есть, с одной стороны, видите, Windows облегчает жизнь, с другой стороны, усложняет. А именно, золотое правило Windows, не знаю, что делать, жми правую кнопку. Контекстное меню. И оно покажет, а что можно сделать. Правда, это золотое правило. есть несколько исключений, когда оно не срабатывает. Ну, например, при работе со сводными таблицами, я думаю, что мы сегодня успеем сводную таблицу, и вы мне напомните, не всегда правая кнопка мышки срабатывает. Но, любое правило должно иметь исключение. Итак, ну, на всякий случай еще раз напомню, что если вы умеете создавать папки, перемещать документы, архивировать, подстраивать Windows под себя, значит, по крайней мере, вы доросли до первого уровня. Если нет, тогда немножечко подтяните. У нас есть курс, который называется БКП, базовая компьютерная подготовка. Но, если надо срочно, вот спасение. золотое правило Windows, правая кнопка мышки. Первый уровень. Здесь я советую обратить внимание следующее. Если вы пришли на первый уровень, и вы ничего не знаете о сексе, то надо бы иметь какую-то базу, от которой можно танцевать. Ну, я обычно, я обычно. Когда, допустим, надо изучить город, хватаю схему метро. И от схемы метро начинаю танцевать, как бы на это нанизывать. К экселю я предлагаю следующую схему. Посмотрите. Название само Excel подразумевает, ну, некоторые говорят Excel Excel великолепная ячейка. Некоторые говорят Excel из ячейки, если с латыни. Но в любой ситуации ячейка присутствует. Значит, наша основа будет ячейка. в ячейку можно что-то положить, значит, что ячейки есть содержимое. Ячейка имеет свой собственный адрес. То, что я положил в ячейку, может по-разному отображаться на экране. и, наконец, с ячейкой можно провести какие-то действия. Вот, имея такую схему, вы на нее теперь аккуратненько можете все нанизывать. Что может быть в ячейке? Вот в обычной ячейке. В обычной ячейке внутри ячейки. Не вне ячейки. Вне ячейки все что угодно. рисунок и так далее. А в ячейке может быть информация трех типов. Число, текст и формула. Знак равно формула. Какое бы абракадабр ни написали, это будет формула. Если цифры и разделители, почему я говорю разделители, ну вот, например, почему. разделители и он их преобразовал это число, ну и естественно при этом должно соответствовать формату числа. А если что-нибудь не то, то осталось по левой части и это текст. Кстати, а почему? Почему оно осталось по левой части? формат? Нет. 29 февраля, правильно отвечает вебинарист, не високосного года. А почему здесь отжало по правой части? Потому что число. И вот, разобравшись с содержимым, имеет смысл переходить к формату. вот так здесь выдает дату, потому что формат ячейки дата. Скажу число, будет число. Что это за число? Из после запятой что? А после запятой, вот обратите внимание, я взял и сказал, что здесь у меня дата. Да, именно вот она, 6 часов, четверть дня. Абсолютно правильно. хорошо. А я теперь загнал такое. 12 руб. Что это? Текст по левой части. Не умножить, не разделить, ничего сделать нельзя, правильно? Нельзя говорить. А как делать рубли? Ведь налоговая съест. Есть такая вещь, как формат. Вот для чего нужен, кроме всего прочего, еще формат. Вот для чего нужен формат, вот какие соответственно позиции. Что у нас там осталось? Адрес. Адрес. Абсолютный, относительный, смешанный и собственное имя. Что имеется в виду? Финансовое. Вот, кстати говоря, интересный вопрос. А в чем разница? Посмотрите. между финансовым, вот я зашел в формат ячейки, и денежным форматом. Ну-ка. в чем разница между финансовым и денежным? Ну, во-первых, для финансистов минус не ошибка. Это в денежном ошибка. И он красненьким может бить в глаза. А во-вторых, что более важно, вот, выравнивание денежных величин по разделителям целой и дробной части. Ну, когда-то была лира итальянская или турецкая, у которой после запятой ничего не было. Как разные деньги сделать так, чтобы, глядя на них, ну, можно было хотя бы уловить формат цифр и так далее. Вот из-за этого разделителя. Так что, какую позицию не ткнешь, везде интересные и красивые моменты. Excel бесконечен. Работать с ним можно бесконечно. Адрес. Вот здесь строка адрес, вот здесь она ее пишет. Вот здесь. Но адрес же может быть разным. Смотрите. Еще один маленький интересный момент. Вот я здесь говорю, я хочу сослаться вот на эту ячевку. Она пишет адрес F7. Я зашел в файл параметры, зашел дополнительно, нет, виноват данной ситуации, это формула, и включил вот этот флажок. Стиль ссылок. Вместо привычного мне адреса написано R C1. Щелкнул вот по этой ячейке. R минус 5 C1. Раз, два, три, четыре, пять, на пять позиций вверх. Вверх со знаком минус. Ну, кто немножко программировал, знает, вот здесь сначала вниз с плюсом, вправо с плюсом. Вверх значит с минусом и вправо с плюсом на единицу. Вот если вдруг такая беда, и вы не знаете, как с этим справиться, вот здесь файл, параметр. Формулу, и сняли вот этот флажок. А это на старых документах очень часто было, раз, и в данной ситуации, смотрите, адресовать вот эту ячейку можно же по-разному. Можно сказать, это та, которая рядом, и это та, которая находится на пересечении столбца и строки. Вот отсюда и формируется адрес. Или в столбе строка, или сместись на одну позицию. Но, кроме этого, есть еще волшебная клавиша F4 и значки доллара. Многие знают, что эти значки доллара говорят, вот если я буду тянуть за уголочек, копировать, вставлять, не меняй. но немногие знают, что два значка доллара абсолютный, термина просто не знают. Один значок доллара смешанный, нет, относительно. Приходят на тест и спрашивают, какой адрес абсолютный. Знают, используют, а термина не знают. К сожалению, такое тоже бывает достаточно часто. С форматом разобрались, с адресом разобрались, но главное, чтобы вы уже поняли, вот когда вы поймете ответы на все вот эти позиции, значит, первый уровень в принципе освоят. Действия. Ну, как-то подскажет, какие действия можно выполнить с ячейками. Ну, именно если что-то замолчали, то так активно, а то решили, что все слишком просто. Но все стандартные, копировать, вставить, правильно? Правильно. И копировать, и вставить, перенести. Нет, именно действия с ячейкой. Удалить. А как это делается? По стандартным правилам Windows. По Windows что? Выделил и дальше или горячими клавишами, или мышкой. или мышкой с контролом. Видите, копирование. По стандартам Windows. За маленьким исключением. Это маленькое исключение, вот оно. Маркер автозаполнения. Да, 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 потянуть за нижний угол. Маркер автозаполнения будет действовать следующее. или если там что-то в ячейке из списка январь, февраль, март, апрель, или 1,2 уловить закономерность или растянуть формулу. Классная штука. Я не знаю, гений был человек, который это придумал. Просто гений. Ну вот маленькое но. Вот я вбил в ячейку какую-то информацию. Нажал на клавишу Enter. Куда денется кольцо? Есть предложение вниз. Есть другие предложения. В зависимости от настроек. Если Enter, то в зависимости от того, как настроили вот здесь. Иногда очень удобно. В любом направлении тени и работы. Перемещаться будет. Если Ctrl Enter, Ctrl Enter, ну или соответственно клавиша Tab. если Ctrl Enter, то останется на месте. Вот, отлично. То есть, смотрите, горячие клавиши. Вот, два совета, два секрета. Первый, когда вы приходите на работу и начинаете работать, и садитесь в новое рабочее место, и экранчик подогнали, и стульчик подогнали, и кружечку так, чтобы сразу с кофе под рукой была. Правильно? Excel тоже надо подогнать. Где? Да вот здесь. цветовая схема, еще что-то такое, шрифт, который будет. Вот, например, автозавершение формул, жутко интересная вещь. Автозавершение формул, именно есть, это хорошо или плохо? Ну вот если вы в формуле скобочку не закрыли. Нажали Enter, он сам закрыл формулу. Хорошо. О. Хорошо и плохо, хорошо и плохо, это извините, понятие из жизни, а не из информационных технологий. С одной стороны, вроде бы хорошо, а с другой стороны, логика. Excel может не совпадать с вашей логикой, а вы ее хотели закрыть в другом месте. Поэтому думайте, но, соответственно, настраивая. Работайте с большими массивами данных. Большой сложный файл. Ой-ой-ой. Через каждые 10 минут, на полчаса уходите пить кофе, поскольку он сохраняет этот документ. Правильно. А еще и да, вот нет. Да, а еще и вот здесь. А выключить пересчет, если с большими и сложными. Ну, чтобы не пересчитывал формулы. Каждый раз, когда вы что-нибудь введете. Ну, простите, почему это очень часто включается куча. А потому что, если большая сложная формула, то она пересчитывается каждый раз, когда вы что-нибудь в ячейку введете. В любую ячейку все формулы пересчитываются. Если их много, если он там по 2-3 минуты пересчитывает, представляете, сколько? Вот видите, юбинарист говорит, на 10 минут зависает. Ну, мой опыт показывает следующее. Современная техника начинает подсбаивать, начинает затягивать. в случае, в случае, если у нас количество строк данных, ну, если нет сложных формул, то где-то порядка от 200 до 500 тысяч. Если есть сложные данные, то где-то уже от 50 тысяч начинает первый раз. Поэтому, когда в старой версии Excel у нас было всего 65 тысяч с копейками строк, это было по делу. А когда, извините, сейчас вот такое вот дикое количество строк, тогда, извините, мне кажется, что это больше реклама. Потому что, ну, реально такое количество строк, ну, или надо иметь суперкомпьютер. Ну, с моей точки зрения. Вот видите, человек говорит, что комп зависает на 10 минут, и огромные файлы, и так далее. То есть, все, все здесь надо четко и ясно перестроить и подогнать под себя. Все позиции, которые нужны. И в правописании, и в сохранении, и в языке. Знаете, как интересно бывает. Иногда зайдешь на какой-нибудь компьютер, все нормально, все по-русски. Вызываешь справку, она на английском. Почему? Потому что отдельно языки для интерфейса и для справки. Угу. Отдельно. А более того, вот здесь настройки ленты, если у вас вообще море возможностей, вы хотите какие-то кнопочки, которые были в 2003-й версии, но сейчас их нет. Ну, например, мастер сводных таблиц. Здесь. Здесь она есть. Только выберите все и найдете все, что вам нужно. Здесь все, что когда-то было. Немножко изменился, может быть, вид. Но, в принципе, здесь сохранились все кнопки, которые были в старых версиях. очень бережно. Все, все настраивается, все делается под вас. И возможностей здесь целая куча. Итак, ну, я бы хотел отметить из первого уровня, что не забывайте о горячих клавишах. Вы знаете, у нас когда-то, у меня когда-то в группе, была одна слушательница из, ну, машинистка очень высокого класса. Эта слушательница сложный документ со сложным форматированием, ну, где обычный человек тратит часа полтора, делала минуты за 15-20, но она не пользовалась мышкой вообще. Руку с клавиатуры на мышку полсекунды, мышкой потянуть, назад, ну, как я секунды 3 потеряю, за 3 секунды ей символов вториться на объем. Все, что ей нужно было, она все горячими клавишами. Формат шрифта, формат абзаца, ставка символов, все горячими клавишами. Поэтому для ускорения процесса, если надо быстро, то горячие клавиши это быстро. Ну, чуть-чуть по второму уровню. Ну, во-первых, что я хочу сказать по второму уровню. Первый совет, который я должен дать по второму уровню, заключается в следующем. Если у вас есть какая-то задача, не спешите писать сложную формулу для ее решения. Поищите функцию. Вполне возможно, что какая-нибудь функция найдется. И вполне возможно, ну, я вот, например, да, я, например, не знаю, вот просто не знаю, сколько сейчас функций в Excel. когда-то освеживал, сейчас сбросил. Для того, чтобы ее поискать, надо понять, хотя бы, в каком она разделе. Нашли функцию. Здесь тоже есть один интересный момент. Смотрите. вот я открываю нашу заготовочку. Интересно, где она у меня откроется сейчас, в какой версии. здесь не открылась. Странить. Вот заготовочка. Вот у меня первый листочек. Вот стандартная ситуация. Если вы используете формулу ВПР, еще раз скажу, то подумайте, в Excel или все это должно быть. И по большому счету, это мини-база данных. Это одна таблица со своими ключевыми полями. Это другая. И здесь информация должна подтягиваться из этой таблицы. Но. Хорошо, пусть. Функция ВПР. Да что такое? Миша. Через мастер функция вызову. Четыре аргумента. Да. Почему? Четыре аргумента. Первое. Что нужно найти? Ну, понятное дело, менеджеры. Второе. Где нужно найти? Ну, понятное дело, вот в этой таблице. Только маленькое но. Только. Только. В первом столбце таблицы. Поэтому вот так выделять не надо. Вот так можно. Вот так можно. Конечно же, закрепить. Таблица не перемещается. Какой столбец? Неприятность номер один. Капризность номер один. Здесь должна быть цифра. Я раз выделял столбца G, значит, G первый, А второй. Неприятность номер два. серенький мне обязательный аргумент. Есть такое выражение, дьявол в мелочах. Слышали? Применительно к ВПРу, применительно к Excel, дьявол в необязательных аргументах. Дело в том, что произвольный вариант взять ни один компьютер не сможет. Значит, есть что-то по умолчанию. В АПР по умолчанию настроен на приближенный поиск. Что это значит? Посмотрите. Любой человек имеет право наше. Я здесь ошибся. Не менеджер набрал, а ударил клавишу поближе. Ну, случайно. Менеджер. Рядышко. Смотрите. Откуда взялись эти 50 тысяч? От замначалника. Ведь я сказал искать приближенно. И он ищет приближенно. Он говорит так. Менеджер больше аналитика. Ну, больше, если же будем строить. От А до Я будет больше. Правильно? От А до Я менеджер будет позже. Менеджер больше бухгалтера. Менеджер... Точнее, менеджер больше гендиректора. Больше глав... Больше... Менеджер больше менеджера. Нет. Возвращаемся назад. И подтягиваем вот эти 50 тысяч. Вот в чем беда. Просто потому, что не указали. Вот здесь в качестве необязательного параметра. необязательного параметра 0. Указали 0 или ложь. Все. НД. Сообщение об ошибке. А здесь другая ситуация, если 1 указать. Есть ситуация еще веселее. Вот здесь варианты ложь и истина. Принцип следующий. 0 это ложь. А все, что не 0, это истина. Поэтому 1, точно так же, как и вот это, это все будет истина. 0 и не 0. Вот такой принцип. Да, спрашивают. Он всегда берет вот в такой ситуации. Вот в такой ситуации. Он всегда берет не предпоследнее, а вот то последнее, больше которого он есть. Если 0. Если не 0. А если здесь стоит ложь, 0. Тогда он говорит, извините, я такое найти не могу. Вот эти необязательные аргументы, они присутствуют всегда. Ну, например, очень простая ситуация. Вот здесь у меня сегодня. Ну, все знают, что такое сегодня, да? А здесь у меня дата рождения. Ну, не знаю. Свою дату убил. А вот здесь я хочу определить количество лет, которые я прожил на белом свете. Именно лет. Я говорю, есть такая хорошая дата и время. Доля года. Хорошая функция. Начальная дата. Вот. Конечная дата. Вот. 51 год с копейками. Все классно. Все великолепно. Но. Я не обратил внимания на базис. Необязательный аргумент. Залезаю в справочку, падаю в обморок. Да. Потому что по умолчанию стоит очень потрясающий базис. Базис так называемый американский. Вот он. 360 дней в году, 30 дней в месяц. Так зачем? Зачем? Нет, справка, кстати говоря, нормальная. Вот справка, просто она, видите, пытается лезть в интернет. А внутренняя справка очень хорошая. С примерами, которые можно взять и скопировать. То есть получается так, зачем я, если я не использую базис, зачем мне вообще эта функция нужна? Нашел разницу, разделил на 360. Все. Значит, в базис, если нам нужно фактически, надо указать единицу. Не указали, но можно просто делить на 360. Так кадровики поступают. Когда в кадры приносят, что ты там отработал 120 дней, они тебе рисуют 120 дней. Ты работал, вот тебе 4 месяца. Обижал 12 месяцев, они тебе рисуют год стажа. Почему? Ну, извините. Так было еще тогда, когда компьютеров не было. А если я здесь поставлю единицу фактически, видите, как цифра изменилась? Вот это уже реально, с учетом високосности и прочих дел. А вот это просто разделить на 360. Поэтому необязательные параметры, это очень серьезный момент. Но если фактически, то да. Но правда. А троечка это вообще великая вещь. Великолепная вещь. Которую тяжело понять. Значит, год он будет считать, месяц он будет считать фактически, а в году будет считать 360 дней. А троечку? Тоечку. Году 365 дней, а месяц реально считает. Где 30, где 31 день. А вот это вообще сказка. Вот это не могу понять. Вот это и вот это. Чем они отличаются? Ну, разве что политкорректностью, чтобы не обижать европейцев. Ну, мы же тоже европейцы. Нет. Зависимости... Это что, мы американцы и европейцы? Нет. Ну, 30 дней в месяц, 360 дней в году. Все. Что тут меняется? Поэтому, мой вам просто добрый совет. Если возникнет... Если вы увидите необязательный аргумент, бегом в справку и проверим. Это раз. Второе. Если вы где-то копаетесь и видите кнопочку больше-меньше, кнопочку со стрелочкой или с многоточием, обязательно залезть и проверить. Только так вы получите... Ну, скажем так, только так вы получите глубокие знания аналитические. И только так вы станете действительно классным специалистом в области Excel. Классный специалист в области Excel. Он должен быть, ну, немножечко в него влюблен. И немножечко на этой теме, как бы... Ну, всегда должно хотеться получить новые-новые знания. Excel бесконечный. Работать с ним можно до бесконечности. И новые позиции всегда можно вызнавать до бесконечности. Сводные таблицы. О, самые интересные. Смотрите, какой интересный момент. Я не буду сейчас, конечно же, рисовать сводную таблицу. Долго я объясняю и так далее. Я сделаю следующее. Вот здесь, по этой позиции, я просто беру и построю сводную таблицу. На новый лист. Есть. Теперь смотрите, что я делаю. Ну, ладно. Дату я в строке. Сейчас чуть-чуть отодвину, вот это, чтобы не сильно мешало. Сумму вот сюда в значение. Я думаю, этого будет достаточно. Есть, да? Теперь смотрите, что я сделаю. Я вот здесь дам группировочку по полю, находясь в дате. И скажу, я хочу группировку по месяцам, кварталам и годам. Смотрите, вот здесь в полях у меня появились кварталы и года. Видите? Вот эту сумму я хочу пересчитать. Не нужны мне рубли, нужна валюта. Я говорю, поля, элементы и наборы. Вычисляемое поле. Обзываю его, ну, допустим, в баксах. И даю формулу вот здесь. Эта сумма в рублях разделить, ну, сколько сейчас курс? Ну, пусть будет 70. Вот у меня в баксах. Есть? Здесь тоже появилась вот эта позиция. Видите? Вот. Этого в исходной таблице нет. Нет. Возвращаюсь сюда. Еще делаю одну сводную таблицу. Опа. В баксах. Года, кварталы. В этой таблице нет? Нет. А здесь есть. Почему? А дело заключается в том, что сводная таблица строится в два этапа. Первый этап на основании вот этой таблицы строится так называемый... Не, не шайтан, но что вы ее называете? Нет. На основании вот этой таблицы строится так называемый кэш. Некий промежуточный кусочек, куда сбрасываются эти значения. И уже на основании этого кэша строятся вот эти сводные таблицы. То есть они построены не с вот этого листа, а с кэша, с промежуточного значения, с промежуточного элемента. Так вот, поскольку они берут информацию с одного и того же листа, у них общий кэш. Зачем это сделано? А делано это вот зачем. Когда-то сводные таблицы тянули море, ну просто море сил. И с тех пор еще осталась вот эта позиция отложить обновление макета. Но с тем, чтобы не производить первый расчет. Ну, техника была не очень такая мощная. И тогда общий кэш, это было спасение. Один раз расчет, а разные сводные таблицы, это разные отображения. Вот и все. Кэш общий, расчеты все там в кэше. А здесь мы просто по-разному их отображаем. Но, начиная с 2007 версии, в 2003 версии был мастер сводных таблиц. Там пошагово, там был флажок. И можно было включить, сказать, не-не-не, я хочу помучаться. Я хочу, чтобы у нас для каждой таблицы был свой кэш. Начиная с 2007 версии, потеряли. Но, смотрите, я могу сделать так. Другие команды, а могу и на отдельную позицию ленты. Все. И здесь иду и ищу. Клм. Мастер сводных таблиц и диаграмм. Видите? Я его сюда добавляю. Вот он. Вроде бы то же самое. Нет, не то же самое. Видите? Кто работал. Вроде бы кнопочка, видите? Кнопочка. Практически такая же, как и вот здесь. Нет, здесь мастер вызывается. Вот этот мастер. Вот кто его потерял с третьей версии. Вот он где. И вот здесь, шаг за шагом, указывая диапазон. Ну, не знаю. Ладно, тут же не важно. И вот здесь будет как раз позиция, связанная с тем, с общим кэшем. Вот если я с этого листа начинаю создавать. Вот видите? Она говорит. Опа. Во. Отдите на основании источника данных или кэша. Удобно. Нет, я не говорю, что это неудобно. Давайте я здесь дам отмену. Я не говорю, что это неудобно. Я не говорю. Ну вот, опять же, да, консолидированное. Удобно, конечно, удобно. Просто иногда всякое может быть. И поэтому, если было что-то хорошее, что вы держали в старой версии, в третьей версии видели, а в седьмой не увидели, но вперед. Заметьте, я сейчас уже говорю о более таких серьезных моментах. Лучше то, что вам больше нравится, и что подходит под вашу задачу. Третий уровень. Третий уровень. Что у нас третий уровень? Третий уровень – это у нас работа с большими дамами. Еще раз подчеркну. Если вы используете вот это и вот эти формулы, то вы имитируете работу баз данных. Другого варианта здесь нет. Значит, неплохо было бы поддерживать идеологию баз данных. А идеология баз данных у нас очень простая. Обязателен заголовок. Этот заголовок должен быть простым. Нежелательно категорически пустых строк или пустых столбцов. Почему? Потому что, извините, тогда Excel решает. Вот это один набор данных, вот это другой. Одна строка – это один набор данных, это идеология баз данных. И, следовательно, если мы работаем с закладочкой данные, то категорически нежелательно что-то выделять. Надо просто курсор ставить в таблицу, и Excel сам определит. Вот они, вот они данные, мы с ним будем работать. Почему нежелательно выделять? И это тоже, да, абсолютно правильно. Более того, если уж пошла речь об идеологии баз данных, прошу обратить внимание. Вот. Это тоже базы данных. Здесь плохо сказано. Здесь переводчик, да даже не переводчик, здесь сам Microsoft, должен был сказать, что создание таблицы баз данных. Создание таблицы баз данных. Вот она, таблица базы данных. Так же, как и форматировать как таблицу. Это таблица базы данных. Еще раз говорю, если вы пришли на третий уровень, то на третьем уровне, на третьем уровне. Вы должны категорически хотя бы чуть-чуть разбираться по базам данных. Или должны понимать, что Excel имитирует работу баз данных. Ну, что хорошо. Ну, действительно, знаете, у нас Аксессу и базам данных, а вот Аксессу Майкрософтерскому не очень повезло. Маленькие фирмы говорят, ой, зачем? У нас Excel есть. Кругные фирмы говорят, что Аксесс? Пальчика Растопелли. Нам Oracle, нам SQL Server, нам Python и все прочее. О, сочувствую. Глубоко сочувствую. Почему? Потому что обычно это признак того, что фирма богатая. Это обычно признак того, что фирма богатая. Это одна из наиболее дорогих. Да, да, да. Это одна из наиболее дорогих. И, кстати говоря, с моей точки зрения, она не очень хорошая. Сободащика. Но она дорого стоит. И вообще обычно такие вот, чем крутая фирма, да, это крутая фирма. Я сам. А вы пробуйте найти хорошего специалиста, и это будет отдельная песня. Очень навороченная и в известной степени глюкнутая и очень дорогая субботы. Это субботы? О, и куча окошек. Это очень дорогая, очень навороченная. С моей точки зрения, они самые лучшие. Честно скажу. Я сочувствую тем фирмам, я сочувствую тем фирмам, у которых стоит САП, поскольку попробуй-ка найти, пусть они попробуют найти аналитика со соответствующими знаниями, которая бы еще на САП при этом не плевалась. Ну, а поскольку данные... Кстати говоря, раз вы аналитик, значит, третий уровень. И четвертый, и пятый – это для вас. Потому что требуется аналитик со знанием макросов Excel. Уже не просят просто Excel. Находят. Вы знаете, я макросы закончила, но я как мне в этом не могу писать. Элементарное что-то. Понятно. Далее. Отдельный кусочек на третьем уровне – это визуализация данных. Отдельный кусочек. А визуализация данных – это у нас что? Это у нас диаграмма. Правильно? Вопрос. Кстати говоря, и к нашим вебинаристам тоже. Когда диаграмма построена правильно? Вот как определить, что диаграмму построили правильно? Вебинаристы тревожно замолчали или набирают? Нравится руководство. Ага. Когда она отвечает по старым задачам. А каким? Когда есть легенда. Диаграмма построена правильно, в том случае, если вы получили дополнительную информацию. Если вам что-то стало более ясно, если вам что-то стало более понятно, вот тогда она построена правильно. Вот посмотрите. У меня, предположим, вот так. Фирма. Один. И у меня есть пять фирм. Вот здесь капитал фирмы. Вот здесь прибыль. Ну и здесь какие-то цифры. А есть прибыль. Какую диаграмму построить? Какие предложения? Чтобы получить новую информацию. Ну, вебинаристы, какие идеи? Ага. А смотрите. А вот я возьму, и вот только по этим данным, только по этим данным, построю точечную. Это то, что статистика называется поле корреляции. Связь между доходом и прибылью. Линейная. Видите? Более того, добавил здесь линейную линию тренда. Я вижу, что почти точно по прямой у меня есть линейная зависимость. Класс. Вот здесь фирма. Один. Ну, не очень. Лишняя информация получена? Получена. Я вижу, что у меня с увеличением капитала увеличивается прибыль. Диаграмма. Добавилась здесь такая позиция, как жалобы. Старую пузырьковую. Вижу, что жалобы от размера капитала и от прибыли не зависят. Вот если бы здесь шло в увеличивающемся порядке, размер пузырька, тоже получил информацию. Нет зависимости количества жалоб, соответственно, от одной, от другой позиции. По-моему, нормально. Ну, это вот каратенечка, так рассказал по третьим уровням. Потом вас научат строить более интересные диаграммы. Тайфун, водопад. Диаграмма Ганта. Диаграммы с изменяющимися размерами. Так, звук пропадает. Так, сейчас посмотрю. Так, вроде все нормально. Здесь нормально. У меня, я не знаю, может, наш вебинарист, у меня вот видите. Нет, я говорю, что в рамках нашего курса, в рамках третьего экселя, в рамках третьего экселя, есть диаграммы Ганта, есть саморасширяющиеся диаграммы, есть множество разных интересных диаграмм. Ну, в частности, чего стоит хотя бы диаграмма Ганта, которая каждому аналитику нужна. Ну, и, наконец, последний уровень, четвертый. Я вам четвертый и пятый. Шестой ничего говорить не буду, потому что это бизнес-аналитика. Бизнес-приложение. Ну, и я скажу так, что, честно говоря, пользоваться чужим мне не нравится. Ну, эта фирма разработала мои курсовки, я лучше сам что-нибудь придумаю и разработаю. А по четвертому и пятому скажу. Во-первых, вы используете Excel максимум процентов на 30-40, если не используете макросы. Это раз. Во-вторых, стопроцентное использование макросов, да, это программирование, но реально половину возможности макросов, половину возможности макросов, можно выжать даже не зная программирования. Почему? Потому что есть такая классная штука, как макро-рекотер. В-третьих, если вы начнете заниматься макросами, у вас есть все основания прийти к начальству и сказать, мне два монитора. Почему? Потому что вот здесь работает макро-рекотер, вот здесь вы выполняете действия, а вот здесь, на другом экране, вы на него любуетесь. А что же он там пишет? Вот сейчас я сымитироваю два экрана. Смотрите. Вот я начинаю запись макроса. Вот здесь его открываю. И смотрю. Щелкнул по вот этой ячейке. В эту ячейку ввел формулу. Выделил следующую ячейку. Этой ячейке дал вот такой формат. Он, конечно, написал многое. А калекотер отвратительно пишет. Но потом не мешает в этот момент вызвать гугл и узнать, а что это такое? А это, оказывается, у нас пень. А что это такое? А что это такое? А что это такое? И так далее. Вызвать и сказать, а вы знаете, вот это-то все лишнее. Вот это все лишнее. Вот это все лишнее. И вот это все лишнее. Даже вот так. Ну, хотя, на самом деле, скорее всего. Здесь лучше ввести дополнительное такое веселое ключевое слово интерьер. А уже у него вызвать колор, а лучше колор индекс. И ему задать конкретное числовое значение. А это уже лишнее. Словом, залезя в гугл, вы увидите много такого хорошего, полезного. Именно поэтому один из слушателей, на вопрос, как вы пишете макросы, у него были серьезные макросы. Сказал мне, да, очень просто. Рекодю и гуглю. И нормально. Второе, о чем я хочу сказать. Это то, что макрос хорош. И макро-рекодером. Вот клиенты пишут, какие говорят, какие макросы. Ну, серьезные, да. Макрос хорош. И создать макрос можно будет только после того, как вы алгоритмизировали задачу. То есть у вас в голове ясно, что этот макрос должен делать. По полочкам разложили. Только после этого его стоит писать. Третье. Чистый Excel может не все. Смотрите. Сейчас я вам просто приведу пример. Вот это. Сейчас я... Так, что у нас тут. Остановить запись. Вот это реальная боевая задача, которую мы даем на третьем уровне. Вот здесь у меня есть возможность выбора месяца. Вот здесь есть возможность выбора набора. Ну, за счет проверки данных. Там список с источником. Вот здесь. Ну, и мы рассказываем, что для того, чтобы определить позицию месяца, надо вызвать функцию поиск POS и сказать, вот этот, ноябрь, ищи, пожалуйста, вот здесь. Двенадцатое. Позиция набора, тот же поиск POS. Что? Вот этот набор. Где? Вот в этой первой строке. Есть. Правильно? Ну, по большому счету, здесь надо еще сказать все-таки честно, ноль. А здесь я вызвал функцию, которая называется адрес. Вот она. Что делает эта функция? Она спрашивает, какой номер строки? Вот. Какой номер столца? Вот. И она вернула мне адрес вот этой вот выделенной ячейки, D12. Дальше мы говорим, ой, а есть такая хорошая функция DWS ссылка, которая сходит по этому адресу и вернет нам полученный результат. Ну, нормальная такая вещь. Если большая таблица, то мы просто вот на третьем уровне учимся создавать такую автоматизированную ситуацию. И вот один из слушателей, когда я это все показываю, падает на колени и говорит, у меня задача похожая, только другая. У меня на столе громадная куча проплат. А я должен найти нужный месяц, найти нужного клиента и сюда внести новую проплату. Если ее не было. или изменить, или проверить и так далее. Нельзя ли сделать так, чтобы вот здесь было новое значение? Вот сюда я его внес. И как я его внес, это бы бросилось вот сюда. Так вот, этого Excel принципиально сделать не сможет. Функции Excel не смогут. Не смогут. Это сможет сделать только макрос. Нет, формально вы можете написать функцию, которая что-то меняет вне своей чейки. Можете. Но этого делать не нужно вас, ну, как бы сказать. Дело заключается вот в чем. Я не знаю, сколько раз эта функция сработает. Я напишу функцию, которая удаляет ячейку сверху. Я могу ее написать. Сколько раз она сработает? А Бог ее знает. Если она настроена вот здесь на автоматически, сколько раз что-то новое внесли, столько раз будет удалять сверху. Нужна нам такая функция? Нет. Поэтому функция не может быть, и здесь единственный выход, получить кнопочку. А потом я нажму на эту кнопочку, и макрос сбросим. Но только макрос надо прописать. Надо прописать макрос, который вот информацию из ячейки G10 бросал по адресу ячейки, расположенной в ячейке G8. Как вы думаете, какой это будет макрос? Ну, это очень простой. Пусть так же макрос один. Смотрите, что я здесь делаю. Одна строчка. Ну, сейчас я побольше, чтобы было легче. Одна единственная строчка. Смотрите. О, господи. Orange. Да что такое? Здесь это говорит адрес, да? А где адрес находится? В ячейке. То есть в области. Какой? G8. Помните? G8. То есть вот. Изнутри. Сходи по адресу ячейки G8. Сходи вот сюда. А, что G8? G7, да? G7. Сходи по адресу ячейки G7. Возьми оттуда текст, который там лежит. Или value, значение, которое там лежит. Это не принципиально. Значит, вот здесь мы получили адрес. А это указание. Перейди по этому адресу. И возьми значение, которое там лежит. Наконец, замени его на что? На то, что лежит в ячейке G9. Видите? Значит, осталось только туда добраться. точка value. Одна строчка. Более того, в этой одной строчке еще и вот это. лишнее. Потому что по умолчанию, если я не сказал, что мне надо, то берется именно value значение. Навесили этот макрос сюда. Новое значение помещается по этому адресу. Excel не может. А макро-рекодер, пожалуйста, вот. Чистое автоматическое работе место буквально за несколько секунд. Вот какие возможности имеет Excel. С использованием макросов и в оба. И последний вопрос, который я хотел бы обсудить. Самый, что ни на есть последний. Заключается вот в чем. Как раздать? Вот вы написали макросы, функции. Все хорошо. Как это сделать? Казаться, и эта возможность предусмотрена. А именно, у меня есть возможность этот файл сохранять как, ну, в случае необходимости, файл с макросом, сохранять как особый вид, как надстройку, хлам. Новая версия, хлам, старая версия. Видите, он сразу говорит, а вот место, где хранится эта надстройка. Стандартная. А потом с настройкой можно работать уже вот отсюда. И можно их подключать, отключать как пакет анализа, как поиск решения. Вот. Вот моя заготовочка. Видите? А особенность хлама заключается в том, что файл открывается, к ваба доступ есть, к макросам доступ есть, а листочков не видно. Так что лучше, если вы собираетесь серьезно распространять, это как хлам. Правда, маленькая, но. Ведь когда я включил поиск решения, когда я включил поиск решения, у меня вот здесь появилась вот эта кнопочка. Ради бога. Ваба позволяет, поскольку есть такая вещь, как событие. Ваба позволяет. На событие add install, на событие добавления настройки, навесить подключение нужной кнопочки. И тогда у вас вообще красота. Вы создаете хламовский пайл. Не говоря ни слова, пересылаете в нужное место каждому конкретному сотруднику. Ему говорите, если надо, то мои макросы подключи, пожалуйста. Точно так же, как ты подключаешь поиск решения. У тебя кнопочки появятся и все остальное. Вот это будет действительно нормальный, качественный Excel-менеджмент. Вопросы присылайте вот сюда. Если сейчас есть какие-то вопросы, задавайте. Единственное, что я попрошу вас ответить на вот этот тест. Маленький такой. Все успели? Ну, я думаю, там быстро ответить. Нет, с личной книгой макросов никак. С личной книгой. Да, тоже хороший макрос, согласен. И это хороший, отличный. Все успели ответить? Ну, я закрою. 72%, 76%. Ну, значит, остальные просто не хотят. И вот такой, сейчас, секундочку. Вот такой маленький кусочек. Ну, это для наших менеджеров. То же самое, ответьте. Ну, чтобы мы более-менее поняли, в каком направлении нам надо развивать. По поводу зачитки названий. Нет, в данной ситуации люди хвастаются, какие у них есть макросы. Какие они полезные и так далее. Макросы. Макросы. Макрос по изменению дизайнера. Из аутлука. Из почты все собирать в одну папочку. Хорошие макросы, полезные. Но с личной книгой макросы, они никак, действительно, не соотносятся. Полезные макросы. Ну, что я могу сказать? Если не сложно, если вы хотите, то у меня просьба будет, ну, если не жалко, бросьте эти макросы, раз ваши коллеги заинтересовались. А вы? А, по отношению хлама и личной книги? Понятно. Нет, хлам и личная книга макросов не соотносятся никак. Личная книга макросов, это ваша личная книга макросов. Там вы храните информацию. А что касается хлама, это средство автоматизации. Это несколько разные вещи. Нет, вы, конечно, можете. Для каждого из ваших сотрудников в личную книгу макросов положить и прочее, прочее. Но я не думаю, чтобы это было удобно. Если вы его надстройкой сделали, то хороший сотрудник, качественный сотрудник уже знает, что такое надстройка. А ваша задача будет просто-напросто прислать ему файл с надстройкой. Со словами «Открой и сохрани в указанном месте». Все. В чем место, сам Excel подскажет. Или вы пришли, загрузили файл. Все. Больше никаких проблем. То есть чуть-чуть разные вещи. Чуть-чуть для разного предназначено. Ну, опять же, видите, гуглиться по названию предлагают. Ну, если у кого-то есть что-то интересное, наши, ну, нам изо всех сил обещают, не знаю, насколько, ну, нам очень давно уже, очень давно уже обещают, что у нас будут вот здесь конкурсы. Не только вот такие вещи. Кстати говоря, я не знаю, улетел куда-то. Уже закрыли, что ли? Вот здесь был куда-то, видимо, сейчас переделают. Вот здесь был конкурс «Яркий образ». Хороший конкурс для тех, кто по дизайну и так далее. Вот. Для них был такой конкурс, ну, они нарисовали красивый рисунок. Куда его деть? Сюда. Вот я изо всех сил давлю на наш рекламный отдел, чтобы они, наконец, сделали конкурс, который будет называться «Идеальный кот». Не кот. Идеальный кот, который, говорит, у меня тоже был бы хороший конкурс. Фотографии котов, фотографии домашних животных. Это было бы великолепно. А именно кот. Они немножко отбиваются. Да, сейчас выключаю. Вот так, закрываю. Ну, почти все ответили. Ага, вот в основном, основная масса, ну, как я ожидал, идут по офисным технологиям. Ну, вот, когда они добьют, я думаю, что я их заставлю. Я думаю, что я их заставлю. Ага, с коленой идет. Когда они добьют, я думаю, что я их заставлю делать все-таки по разным направлениям. Отдельно сишная, отдельно офисная, отдельно идеальный кот, отдельно очень полезная программа. Ну, по крайней мере, вопрос сейчас рассматривается. Разматривается, заглядывайте, смотрите. Еще вопросы? В личном кабинете. В личном кабинете. Вот я зашел в личный кабинет группы. А вот здесь есть семинар. Ну, я подключил. Я подключил. Может, уже по времени отрезала? Ага. Я подключил. Вот я зашел в личном кабинете. Вот, соответственно, они здесь есть. Вот подключены. Вот я зашел в личный кабинет. Здесь информация есть. Вот, смотрите. Вот ваша группа по семинару. Вот личный кабинет группы. Вот подключенный файл. Может, там что-то с соединением или еще чем-то? Ну, не знаю. Я со своей стороны все сделал. Ну, напишите на почту. Напишите мне на почту. Всем сейчас рассылать не буду. Много вас, не обижайтесь. Макросы совсем не страшны. Действительно. Макросы – это полезно и отлично. Кто не смог с личного кабинета, напишите на почту. Отошлем. Ну, вот. Вот эту вот информацию. Ну, собственно говоря, сегодняшнюю презентацию. Раз. Вот этот вот скелет ячейка 2. И вот эти заготовочки 3. Ну, тут чуть-чуть, в принципе. Я не думаю, что это была такая суперценность. У кого вопросов нет, спасибо и до свидания. У кого вопросы есть, пока есть, задавайте. Пока возможность есть, задавайте. Или на почту. Ну, что ж, судя по тому, как люди стали отключаться. Вопросов нет, да. Все, тогда я тоже закрываю вебинар. До свидания. О, Excel, ну... Субтитры сделал DimaTorzok